Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко и Анатолий Петрук. И сегодня мы поделимся с вами нашим опытом использования комплексной схемы терапии острого послеродового метрита. Послеродовый острый метрит часто встречается на наших фермах. И зачастую это основная причина бесплодия наших коров. Чтобы избежать бесплодия и выбраковки ваших коров, нужна ранняя диагностика и адекватная комплексная терапия этого заболевания. Самый простой и действенный способ ранней диагностики – это термометрия. Начинаем измерять температуру тела уже со второго дня после ротов. Температура тела выше 39 градусов говорит о начале развития клинической фазы острого метрита. Оцениваем характер лохи и их консистенцию, цвет и запах. Для того, чтобы оценить лохи, используем массаж матки или же специальный прибор Метри Чек. Нормальные лохи без запаха, густой консистенции, бордового цвета, с постепенным просветлением до прозрачных в процессе инволюции. При метрите, в зависимости от степени выраженности процесса, появляется неприятный запах, лохи и жидкой консистенции, цвет разный, грязно-серый, а также разные оттенки красного. Мы называем это просто суп или борщ. Позже появляется гнойный или гнильный эксудат. Также отбираем с помощью СВАПа пробу для бактериологических исследований и определение чувствительности к антибиотикам. Пока 3 дня мы будем ждать бактериологии, приступаем к терапии, используя антибиотики широкого спектра действия. На протяжении 5 дней, 1 раз в сутки, внутримышечно, инъецируем цептиоклин в дозе 1 мл на 50 кг массы тела. Внутриматочно, при условии, если шейка матки открыта, используем маточные таблетки Гистерлик на протяжении 3 дней. В первый день 4-6 штук, в два последующих 2-4 штуки. Динотром, одноразово, внутримышечно, в дозе 5 мл. Кефен, на протяжении 3 дней, внутривенно, в дозе 3 мл на 100 кг массы тела. Евицел, одноразово, подкожно, в дозе 1 мл на 50 кг. Фосб и вид, внутримышечно, на протяжении 4-5 дней, в дозе 1-3 мл на 100 кг массы тела. Это стандартная схема, которую мы испытывали и получили результативность 75%. При получении результатов бактериологии, можно сменить антибиотик, если к нему нечувствительна микрофлора. Например, исходя из чувствительности, вы можете использовать комбинацию тилозина 20% внутримышечно на протяжении 5 дней и бровосептола инъекционного на протяжении 3 дней. Или энрофлоксоцин внутримышечно или в вену на протяжении 5 дней вместе с амоксицелином дважды с интервалом 48 часов. Также гентамокс, комбинация гентамицина и амоксицелина. Мы сторонники комбинации антибиотиков. Это и усиливает эффект и предохраняет от развития резистентности. Хотя вы можете использовать монотерапию, но с ротацией. Также следует отметить, что на 4-5 день после измерения кетоновых тел, возможно, придется усилить схему противокетозными средствами, дексаметазоном, вливанием глюкозы и использованием оральных противокетозных средств, таких как пропиленгликоль, рапилак, глицерин, энергитоп и других. При развитии токсического метрита с явлениями интоксикации, сопремии, подключаем внутривенные вливания глюкозы, глюканата кальция, уротропина, кофеина, этилового спирта, бровоглюкина, физиологического раствора или готовых комплексов типа дуфолайт, реанилон, минерасол, глюкамин, энерголит, рингерлока и других. При развитии ацидоза внутривенное вливание раствора соды и оральное применение соды. Друзья, тема весьма обширная и мы еще не раз к ней возвратимся. Пробуйте предложенную нами схему терапии, используйте другие комплексные схемы терапии метритов и делитесь своим опытом. До свидания!